Эти и другие вопросы обсудим далее с Дмитрием Ефремовым, экспертом Украинской ассоциации Китая Ведов. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Итак, Дмитрий, вот вернемся как раз к сравнительно недавнему, скажем так, событию. Как бы вы оценили вот тот телефонный разговор между Сидзепинем и Владимиром Зеленским, который произошел недавно? О чем свидетельствует сам факт этого разговора? И не было ли здесь вот действительно попытки, что называется, пустить пыль в глаза Западу и показать вот свою настроенность на мир, возможно, где-то вот, или даже попытки как-то вот внедриться вот в этот процесс урегулирования, скажем так, вот этого вот конфликта, как его многие называют и в России, и на международных тоже аренах страны, которые открыто не поддерживают Украину и не помогают ей как партнер. Возможно, внести свою лепту или там даже какой-то вот свой, какой-то такой китайский акцент, что называется, чтобы, соответственно, поймить, что называется, для себя чего-нибудь в этой ситуации. Смотрите, я бы назвал этот звонок как информационно ознакомительный, то есть наш президент представил свою точку зрения и напрямую проинформировал китайского лидера о мирном плане Украины, и китайский лидер сделал то же самое. Конечно, и одна и другая сторона знали содержание взаимных предложений, но, естественно, точек соприкосновения очень мало. Есть кое-что общее, что нужно ответить касательно ядерной безопасности, касательно неиспользования ядерного оружия, касательно защиты атомных объектов, таких как запорожская электростанция, касательно гуманитарной помощи и касательно сохранения работы зернового коридора. Но это все второстепенные вопросы. По вопросам первостепенной важности, такими как признание суверенитета Украины, контроль Украины за своей территорией в границах 1991 года, никаких конкретных заявлений по результатам телефонных переговоров не прозвучало. И не могло прозвучать, потому что я бы не согласился с идеей, что Китай пытается подживиться, подна заработать на этом всем. Нет. Российская война против Украины для Китая представляет серьезную проблему и серьезный вызов. У Китая было свое видение того, как надо перестраивать глобальный миропорядок и закольцовывать его вокруг Китая, делать Китай ядром, но глобального миропорядка. Для этого Китаю важно было убедить всех своих соседей, а также все важнейшие страны мира в своей миролюбивости, в своей добропорядочности, в своем, скажем, мирном и теплом подходе ко всем странам мира, в невмешательстве, в их внутренние дела, в мирном сосуществовании и так далее. То есть за все хорошее, против всего плохого. И вот это Китай и реализует. И когда его подталкивают к тому, чтобы определяться касательно украинской войны, это для него создает проблему. Даже занятие проукраинской позиции означает, что Китай все-таки идет в разрез с той своей линией, которую он раньше на международной арене активно продвигал. Тот образ, который он вырабатывал несколько десятилетий. И поэтому, естественно, ему некомфортно в этой ситуации. Поэтому он пытается избежать какой-то вот такой конкретизации. Поэтому двигаются такие эклектичные, неконкретные пункты в китайской инициативе, которые могут быть в любой момент истолкованы как в пользу одной стороны, так и в пользу другой стороны. Это стандартная китайская политика, политика подчеркнутого дистанцирования и политика, попытка избежать какого-то серьезного вовлечения в ситуацию. Вот в этом заключается, с моей точки зрения, китайский интерес. Вот по поводу подталкивания. Насколько на эти переговоры, которые состоялись между Си Цзиньпином и Зеленским, могли повлиять визиты в Пекин, Макрона и Урсула Фундерляйен? Мое мнение заключается в том, что эти визиты были определяющими. Китай длительное время избегал контактов с Украиной, в то же время подчеркнуто поддерживал интенсивную коммуникацию с Россией и на уровне глав государств, и на уровне министров иностранных дел, и также по другим линиям. И продолжает это делать и сейчас. И то, что европейцы обозначили для Китая как условие дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, то есть то, что Китай начнет диалог и продемонстрирует готовность коммуницировать с украинской стороной. Это, я думаю, было то условие, которое в разных формах, под разными акцентами преподносилось китайской стороне как раз во время визитов глав государству и глав европейских институтов, которые происходили в марте и апреле. Я думаю, это и будет продолжаться. Европейцам эта ситуация в Украине, это будущее Европы и вопрос безопасности Европы, вопрос долгосрочной стабильности на европейском континенте. Естественно, это первоочередная проблема. Европейцы будут использовать свое влияние на Китай, в том числе для того, чтобы отставить свои интересы, а вместе со своими и наши также. Как Вы считаете, не захочет ли Пекин стать вот такой вот важной фигурой в мирном регулировании вот этой войны, таким вот своеобразным Саркази, который вот в 2008 году внес такую немалую лепту в как раз мирных переговорах в 2008 году, когда закончилась война между Россией и Грузией. И поскольку вот практически год мы таких серьезных не слышали месседжев со стороны Китая, потом вдруг через год появились эти вот 12 пунктов Сидзипиня, вот этот звонок. Возможно, Сидзипиню было не до войны в Украине, потому что там у него были свои внутренние вопросы, там Тайвань, переизбрание, наконец. Возможно, вот после этого он как бы уже почувствовал уже себя абсолютно спокойным за внутренние вопросы и вот переключился. Возможно ли он действительно будет более важную роль играть, я имею в виду Сидзипиня, вот в этих вопросах? Вы знаете, для нас, для экспертов, которые наблюдают за политикой Китая, вот эти 12 пунктов абсолютно не что-то новое, эксклюзивное. Мы в Украинской Ассоциации Китаеведов регулярно проводим мониторинг того, что публикуется китайскими официальными представителями, спикерами и также китайскими медиа. И мы все эти фразы, просто разделенные на части, все эти 12 пунктов, так или иначе, встречали в том контексте и в том контенте, который генерировался в Китае, в медиапроскопе. И просто в этом документе это все было консолидировано в одну такую единую позицию. Касательно того, может ли быть Китай медиатором? Конечно, Китай хотел бы получить такую возможность и иметь такое эксклюзивное право, потому что для любой страны мира это всегда успех. Какое-то посредничество, ведущее к прекращению войны, к стабилизации ситуации, к диалогу и так далее. Но Китай будет активно предлагать себя как посредника в том случае, если успех будет гарантирован. В данном случае мы, конечно же, не просматриваем никакого потенциала для того, чтобы даже при китайском посредничестве урегулировать российско-украинскую войну. И Украина четко, твердо и последовательно придерживается своего мирного плана. И Путин, встречаясь с Зиньпином в Москве в марте месяце, фактически сказал, что из 12 пунктов плана его устраивает лишь 4. Про то, что Россию надо гарантировать определенную безопасность, чтобы блок НАТО не расширялся. Про то, что он поддерживает неиспользование ядерного оружия. Что, наверное, было результатом китайского давления про санкции и про, кажется, гуманитарную помощь. Или я могу ошибаться по четвертому пункту. Ну, не принципиально. То есть, Путин тоже не поддерживает этот мирный план абсолютно. Он сказал, что мирный план может быть взят за основу. Но он же не сказал, что Российская Федерация берет на себя обязательства взять мирный план. Поэтому это очередная манипуляция. Этот мирный план неудобен ни нам, ни России, ни Европе, ни Соединенным Штатам. Единственный бенефициар этого мирного плана — Китай. И для него это не способ достичь конкретных результатов, а способ задекларировать свою позицию равноудаленного, не вовлеченного игрока, который всегда может поменять свою позицию, либо наоборот выступить медиаторами. Китай не разжигает и не зарабатывает на войне. Говорит Си Цзиньпин. Так ли это на самом деле? Потому что показатели экспорта из Китая в Российскую Федерацию растут. Из России в Китай активно идет нефть и газ. Помогает ли Китай России воевать? Обосредованно получается, что помогает. Китай реализует, по сути, такую оппортунистическую политику. Если все западные страны объединились вокруг того, что надо оказать максимальное экономическое давление на Российскую Федерацию с целью решить ее ресурсов, продолжать войну, то Китай открыто саботирует эти западные санкции. Он это делает, опять-таки, не ради России, а ради самого себя. Во-первых, успешное санкционное давление может потом, в будущем, быть использовано так же как инструмент давления на сам Китай. То есть Китай хочет продемонстрировать неэффективность такой практики. Это раз. И во-вторых, что не менее важно для Китая, это, ну, как это передать? Ну, хорошо, пусть будет так, что Китай действительно на этом кое-что зарабатывает. Китай также не поддерживает западные инициативы. То есть он опять демонстрирует. Вот смотрите, Запад со своими предложениями, со своей тактикой санкционного давления и с другими мерами, направленными на поддержку Украины, он несостоятельный. Запад исчерпал возможности своего лидера, лидерства глобального, а вот Китай может выступить вместо него приемлемой альтернативой. И для этого, кстати, мы предлагаем наш мирный план. Вот, пожалуйста, присмотритесь к нашей позиции. Насколько она взвешена, сбалансирована, учитывает интересы всех сторон и помогает решить конфликт. Кроме такого товарооборота, есть еще те микросхемы, которые поставляет Китай в Россию. Фактически Россия на этих микросхемах строит свое оружие, которым бьет по Украине. Получается, что здесь тоже, что называется, слукавил Сидзепин. Да-да-да, это абсолютно очевидно. Тут даже, как бы, особо нечего комментировать. Естественно, импорт двусторонний, ну, торговля двунаправленная. Китай завозит в Россию продукцию двойного назначения. Конечно, там пока что практически не зафиксировано каких-то прямых военных поставок, но, скорее всего, это и не так востребовано. В России есть другие источники этих поставок, например, через Иран. А вот Китай, который стремится сохранить свою вот этот имидж миролюбивой страны и имидж страны, которая не вмешивается в дела других стран, ему как раз удобно поставлять продукцию, которая, по сути, имеет двойное назначение. И дальше ответственность за использование этой продукции лежит на военном и политическом уполовстве Российской Федерации. Поэтому абсолютно естественно, что вот этот двойной импорт, он приводит к затягиванию войны, к нежелательной ситуации. То, что он наживается, ну да, он наживается, это естественно. Если российское руководство настолько глупо, чтобы подставить себя в зависимости от Китая, то почему, почему Китай будет отказываться от такой возможности заработать на этой глупости? Северная Корея передала России оружие для ЧВК «Вагнер». Об этом утверждают в Госдепе США. Могла ли такая передача пройти без молчаливого согласия Китая? Вы знаете, северокорейский режим, как кажется, довольно автономен в своем поведении. Иногда он предпринимает такие действия, которые даже в Китае, в Пекине вызывают определенное недовольство. Конечно, это публично никогда не озвучивается, но тем не менее, какая-то сильная, такая экстравертная, такая агрессивная позиция и поведение кхинянского режима иногда ставят в неудобное положение и сам политическое руководство самого Китая. Поэтому я допускаю, что это была самодеятельность КНР, может быть, даже согласованная с Пекиной. Может быть, что-то детальное сказать сложнее. Вы ранее сказали, что Китаю невыгодно признать агрессию России против Украины. Даже Столтенберг недавно упрекнул Китай в том, что почему-то до сих пор Китай не осудил вторжение России и Украины. Действительно, от чего боится в данном случае Китай? Он боится встать на один уровень с западными странами, которые также осуждают, или потерять Россию в том виде, в котором она сейчас есть, как сырьевой предаток фактически? Я думаю, у Китая есть контроль над Россией в качестве торгового, то есть сырье и так будет продаваться и покупаться независимо от того, какая там ситуация внутри политической элиты Российской Федерации. Естественно, Китаю удобно сохранить путинского режима как такового, потому что он прозрачен, понятен и теперь уже и управляем из Пекина, то есть есть и рычаги, с помощью которых Китай может влиять на Россию. Опять-таки, не надо надеяться, что Россия превратится в полного вассала. Смотрим на Северную Корею, у нее сохраняется определенная свобода маневра, определенная эксцентрика в этой внешнеполитической линии. То же самое будет и с Путиным. Полностью в кабалу он не попадет. То есть на это не стоит надеяться. То, что вы сказали про Столтенберга и других лидеров, которые призывают Китай осудить российское вторжение, да, действительно, это уязвимое место Китая, которое на Западе четко понимают и его будут использовать. Еще раз, почему это уязвимо? Потому что Китай строит свой глобальный имидж и центральная позиция в этом имидже принадлежит образову миролюбивой страны. И, естественно, если Китай будет принимать какую-то сторону, то он отклонится от вот этого генеральной линии, этого имиджа. Поэтому это делает Китай уязвимым. Это сужает свободу его внешнеполитического маневра, и западные страны очень правильно используют против Китая вот эту уязвимость. Спасибо вам, Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации Китая и Ведов. Был с нами, мы обсуждали, как растет товарооборот между Россией и Китаем, и как Китай до сих пор не хочет признавать сам факт вторжения России в Украину.